Теперь давайте немножечко передохнем эти головоломые пещи, перейдем к пещам еще более головоломые. Мы с вами выяснили, что в рамках одной классы пропускания, к этому мы еще вернемся, если мы не стираем. Вот это нам не нравится, а вот так абсолютно еще приберем. Мы выяснили, что для того, чтобы обеспечить передачу информации на какой-то там классы пропускания частот нашего камера, ну что делаем с информацией? Мы ее увеличиваем. Правильно? То есть, чтобы передать 100 на кобид, мы гоняем 125. Теперь вопрос. Полоса пропускания, обычный телефон старой медной голосовой линии, телефон с диском без всяких цифр, без всего, поставляет 3 кГц. Каким образом на этой телефонной линии в 3 кГц, классы пропускания, вы будете передавать до 56 кГц? При том, что нам для помехоустойчивости нужно еще надуть эту информацию контрольными данными. Чудес не бывает, я в них не верю. Может, они там по телефону как-нибудь сейчас и передают информацию гораздо быстрее. Для того, чтобы передать голос, достаточно полосы в 3 кГц. Ну да. Значит, по скайпу можно точно нормально говорить. Выяснить не по-моему. Нет, просто. Как? Каким образом вот в такую вот трубочку напихали вот столько воды? Большой напор. Плотность меньше. Напор ограничен. Плотность меньше воды. Залезли в константы мира. Ну, всякие случаи, да. Подправляли там читы всякие. Угу. Так как? На самом деле фокус вот такой. Мы с вами когда рисовали наш график, оперировали чем? Какими физическими параметами? Время-время. Время-время. И амплитуда. То есть здесь у нас в амплитуде больше. Время-время. Время-время. 300 упростов сигнала. Это, в принципе, достаточно. Вот на наши 3 кГц. Модем со устройством 2400 бит в секунду мы сделали. Модем на 2400 мы нарисовали. Хорошо. Нам хочется больше. Чем мы еще можем оперировать, работая с реальным сигналом? Какие параметры есть у сигналов? Частота. Мы можем оперировать частотой. Эмапулировать, скажем, вот эти вот сигналы. Либо одним килогерцем, либо там двумя, либо там сколько нам еще надо. Что это нам даст в данном случае? За единицу времени на сколько передали квантов информации? Раз, два, три, три. Мы можем передать, грубо говоря, единицу. Мы можем передать ноль. Мы можем передать что еще? Предположим, у нас 3 кГц по частоте. Двойку, тройку и четвертку. То есть они передают там разные уровни. Это еще одно пространство кодирования. Мы можем оперировать еще, так как у нас не фазы сигнала. То есть с какой позиции у нас начинается эта синусоида? Так ли она начинается? Так ли она начинается? Так ли она начинается? И тогда читать станет нереально. Мы можем просто потерять скорость из-за передачи пакетов. Ну, в пределах, скажем, вот этих вот трех вариантов, скажи, не быть не должно. Ну, в какой фазе начинать, это достаточно четко. Детектируется так называемая FN-радиостанция. Они же управляются именно фазой. FN-рещание. Хорошо звучит, хорошо скострать. Таким образом, используя несколько простых кодирования, мы можем в рамках заданных классов пропускания прогонять гораздо больше информации, чем передачи пакетов. Ну, используя, передавать информацию не просто есть сигнал, а именно... Не просто есть, нет, а какой. Да. С какой частотой, с какой фазой она у нас идет. То есть так мы можем... А почему пакетов? То есть это именно свойство телефонного провода, да? Ограничение телефонного провода. Приходится ухищрение предпринимать, чтобы туда что-то прокатить. А почему пакетоволокно так же не делать? Еще быстрее было. А потому что мы с вами разговаривали о том, что сигналы, например, разных частот распространяются с разной скоростью. А, поэтому берут только... Если мы оперируем что-то в районе 3 кГц, то это ерунда. Там расползывание небольшое. А если у нас частоты идут по 200 мегагерц, там расползание скорости осуществления сигнала может быть очень большое. А по фазе это тоже? По фазе тоже достаточно сложно ловить на таких высоких частотах. Тем более, что мы пытаемся что-то считать на прямоугольное. У нас здесь едут высокие гармоники. А, да, просто исказиться в один передачи и все. Да. Получается как функция и каши. На высоких частотах проще использовать вот такие кодирования. А на малых частотах используется вот такой вот футер и балдукска. На самом деле, пространство кодирования на 56 кГц, по-моему, в 7. Я их все не понял. Там используется еще сочетание. Ну, на самом деле, здесь мы видим 3. Соответственно, сколько можно передать? Если мы здесь имеем состояние 0, 90, 80, 270. Фаза. Ну, в градус, соответственно. Оставайтесь, да? По фазе с субсидиальным сигналом. Здесь, так как положено, у нас 4 состояния. И здесь 4 состояния. Там 2 еще. Ну, и там 2. Хотя, на самом деле, 4 на 2 еще. 32 варианта. 32 варианта, да? Ага. Какой вариант? 4, 4 на 2. 32. 4 на 4, 16, 16 на 2, 32. А в сочетаниях сколько у нас там? Практически двоичные разряды. Раз разряд, два разряд, три разряд, четыре. Четыре. Четыре варианта разряды. Да. Там четыре варианта разряды. То есть мы уже, уже придумали модель на 3, 6. Четыре варианта, на самом деле. Там побольше состоит. Сход. При этом, опять же, влезду. Да? Ну, если там еще одну состоит. Вот. Ну, там, я не помню сколько. Вот здесь детекируется 4, а я помню больше. Возможно, здесь там три состояния детективы. Ну, тогда будет в разы. А первое в пространствах одерживает? Да. Это просто напряжение, которое будет измельцем времени. Без учета частоты, которую мы промодулировали, без учета фазы. Да. Понятно, что если здесь у вас ноль, то он не может быть промодулирован ни частотой, ни фазы. Да. Поэтому, как он все так однозначно засчитается, но тем не нужно. То есть, либо ноль, либо 32. Либо чтобы хитроантурируемая. То есть, 33 варианта, грубо говоря. Ну, достаточно много можно передать за единицу времени информациям. Ну, и пространственное кодирование используется для того, чтобы впихнуть в узкие каналы. Что-то очень сложно. Ну, это сложно получается. То есть, сложнее отправлять это все дело? Ну, понимаете, в чем дело? Когда это дело производилось, большого выбора не было. Лежала нить, обычная телефонная нить. Причем отвратительнейшего качества. И получить полосу больше 3 кГц, гарантированно, было невозможно. Или больницы говорили, а нас 3 кГц устраивает. Люди друг к другу понимают голосом. Мы ничего делать не собираемся. Передавайте сигнал, покатите. Вот и все. Поэтому производительным модемам пришлось здорово поломать голову над тем, как... Надо задать им всем, да? Надо задать им всем. Да. Ну, то есть, математические аппараты, на многопространственном кодировании, я так полагаю, что до того момента уже имелся. Потому что у нас пользуются военные связи и так далее. чтобы это запятнуть в дешевый массовый модем, это, оказывалось, не просто. Смогли... Ну, чем больше скорости, у тебя больше вариантов, то есть дороже стало, логично. Да. В каждую квартиру, скажем, деревню. На более-менее приличной прокладке, по крайней мере, последние двадцати лет телефонных линий, можно уже использовать в курсе не только 1 кг, но и где-то в районе... Ох, не помню. 3 мегагерца, по-моему. Не помню. Надо проверять. После трех... Максимум... Максимум 3 кг, он приходит к минимуму 3 мегагерца. Ну, да, да, да. Да, вот это... Хроматный. Раскачок огромный, на самом деле. Когда приходит в какую-то квартиру, стоит обычный частотный фильтр, он же спинтер. Помните, да? У кого-то было, нет. На который снимается информационный сигнал вот этот вот. И дальше на ADSL модель, на компьютер. И телефонный сигнал, идущий обычно в привычную телефонную розетку. Там тоже используется иногда довольно сложное кодирование, но, конечно, гораздо проще. Конечно, гораздо проще. Но, тем не менее, здесь нисходящий поток, по-моему, около 8 мегабит. А зачем больше? Потому что больше же на чтение, чем на запись. 90-10. Хорошо, а почему бы не сделать порога? Ну, тогда не выгода будет. Ну, 8 и 8. Почему бы не сделать? Не знаю. Сделал бы 8 и 8, если это вообще… А транспорт кодирования, чтобы передавать информацию туда-сюда, у нас фиксированное. Друга говоря, его кодирование способность 10 мегабит. Ну, тогда, конечно, лучше делать 9 и 1. В одну сторону разрешённая комбинация 1, в другую другие. Вот так всё. То есть, можем одновременно передавать информацию туда-сюда, но если только приёмник знает, что такое. Какие комбинации читать можно, а какие нельзя. Почему сделали 8 и 2? Ну, это действительно, потому что читают больше, чем пишут. Можно было 9 и 1. Но вот так и решили, что 8 и 2 будет пройти. Ну, действительно, уже в два раза уменьшать скорость отдачи не стоит. Ну, да. Тем более, что скорость при некий сильном видит. Всё-таки, да. В тот момент, когда придётся давать, придётся вклад из-за скорости. Вот так вот. Очень нравюсь. .